Народ без религии Пропаганда – распространение взглядов, фактов, аргументов, часто слухов, искаженной информации или заведомо ложных сведений с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием. Есть несколько определений этому явлению. Григорий Осмолов вместе со своими коллегами из Гарвардского университета считает, что пропаганда – это использование манипуляций с информацией для того, чтобы изменить отношение человека с окружающим миром. Роберт Дэвид Инглиш считает, что пропаганда не обязательно распространяется непосредственно государством. Ее могут использовать общественные движения, политические партии, социальные и религиозные группы. Интернет позволяет им дотянуться до самых разных аудиторий. Сегодня я хочу показать, что пропаганда – это не просто психологическое воздействие. Это духовная колдовская система, направленная на уничтожение. Потому что манипуляция – это всегда колдовство. И это не социальное явление. Пропаганда – это религия. Эти слова из священного писания христианства, из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. Слово «пропаганда» изначально не несло зловещего смысла. Но именно во время Первой мировой войны этим словом стали прикрывать откровенную ложь, когда были организованы огромные пропагандистские кампании с целью привлечь к войне невоюющее государство. Рассвет же пропаганды мы видим в Германии времен Гитлера, когда порочные политики использовали все технические средства для одурманивания людей. Изобретение Гутенбергом первого печатного станка существенно активизировало пропагандистов. Принято считать, что само слово «пропаганда» начали употреблять в 16 веке н.э. Буллой папы Григория XV была создана «Конгрегация пропаганды веры». Хотя еще в IV веке до н.э. в Индии уже существовала «Арха-шастра» — древнеполитический трактат, в котором уже видны принципы, очень напоминающие пропаганду. В главе, посвященной шпионажу, даны четкие инструкции для царей. Во-первых, раздувать пересуды на вражеской территории. Во-вторых, подкупать и задабривать тех врагов, кого легко переманить на свою сторону, а остальным указывать на недостатки их царя. В-третьих, велеть предсказателям, астрологам и чтецам священных гимнов нести на вражеской территории весть о божественном происхождении войск и богатств своего повелителя. Уже тогда для пропаганды начали привлекать предсказателей и астрологов, а также делать пропаганду священной, привлекая для этого чтецов священных гимнов. Но если вернуться еще раньше, то мы попадем в Эдем, в самое начало творения, и увидим, что пропаганда зародилась именно там. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог». «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Слово «хитрый» на иврите буквально обозначает «хитрый» и «коварный». Но также есть еще одно значение этого слова. Это буквально «рассудительный» и «разумный». Пропагандист не просто коваренный хитер, он также очень умен. И его цель – манипулировать твоим сознанием. Для эффективной пропаганды всегда нужен образ врага, на которого можно переложить ответственность за свои собственные ошибки, и чтобы на его фоне мы могли не видеть собственных пороков. Если врага не существует, то пропагандист его обязательно придумает. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Должен быть враг, который мешает нашему счастью. В противовес надуманному врагу пропаганда обещает стабильность, счастье и процветание. Главное – разобраться с врагом. Пропагандистская система криминализирует любое противоположное мнение. И это имеет огромный эффект влияния на людей. Помните? Подлинно ли сказал Бог «не ешьте ни от какого дерева в раю»? Прародитель всех пропагандистов дает однозначный намек, что как будто бы Бог не желает счастья Адаму и Еве. И даже чего-то от них скрывает все время. Что-то им не договаривает. Змей буквально заставил сомневаться в истине Бога, предложив нашим прародителям свое решение, полностью противоположное Божьим. Всевозможные теории заговора – это прочный фундамент, на котором строится пропаганда. Чем более нелепа конспирологическая идея, тем легче в нее верят. Для пропаганды нацисты использовали даже деньги. Во времена гиперинфляции они рисовали на деньгах карикатуры на евреев, чтобы люди знали, из-за кого происходят их беды. Нацистская Германия убеждала, что евреи плетут заговор, мешающий процветанию арийской расы. Теории заговора по сути своей ничем не отличаются от антисемитских идей нацистов, так называемых врагов советской власти, нацистов и бандеровцев в Украине. Пропаганда добивается от реципента надлежащего видения социальной реальности. То есть пропагандист заставляет нас видеть реальность именно такой, какой он считает, мы должны ее видеть. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Первый пропагандист убедил Еву, что от нее скрыта правда, потому что якобы бог не хочет ее свободы. И все, что ей нужно, это скушать запретный плод. С тех пор человек все время пытается стать божеством, чтобы править миром и вершить судьбы людей, и определять, кому жить, а кому умирать. И затуманенная Ева, будучи повержена пропагандой, пошла против принципов Бога. В этот момент она уже видела все глазами дьявола. Итог этой истории нам известен. Именно с этого началась история грехопадения. Потому что пропаганда всегда приводит к падению. Пропаганда никогда не старается донести людям правду. Там цель одна – сделать человека удобным винтиком системы, готовым к безоговорочному послушанию. А для этого людям дают вождя, тирана. Без вождя пропагандистская система распадется. Вождь должен представлять интересы божества. Божество же должно быть вне зоны досягаемости простым человеком. И связь с божеством устанавливает только вождь. Поэтому в некоторых местах и установлены сакральные жертвенники для поклонения. Например, мавзолей. Германия времен, начало Второй мировой войны. Эта девушка, элегантно прыгающая в воду, сама Ева Браун. Люди отдыхают, наслаждаются жизнью. Обыкновенные, простые люди. Но это те самые нацисты, которые причинили миру столько зла. Это архивное видео Евы Брауна, любовницы Гитлера. Он подарил ей камеру, и она смогла сделать много цветного домашнего видео, ставшего сенсацией. Впоследствии именно на этих пленках и увидели то, что заставило содрогнуться. Когда мы видим Гитлера на выступлениях, мы наблюдаем энергичного и харизматичного тирана с безумными крикливыми речами. Он производит впечатление психически неуравновешенного человека с кучей комплексов. Хотя, в принципе, эта толпе очень нравится. Но дома он выглядит нормальным человеком. Играется с детьми, любуется животными. Мы видим человека, имеющего эмоции и проявляющего нечто доброе. А это Йозеф Геббельс. На этих же пленках простой, улыбчивый, отец большого семейства. Он тоже нормальный человек, который мог бы жить среди нас и даже быть по отношению к нам очень дружелюбным. Но именно он повлиял на огромное количество людей, сломав их внутренние барьеры и сыграв на их инстинктах. Он превратил их в животных. Не подумайте, я не оскорбляю никого. Такими считал людей сам Геббельс. Он так и говорил. Человек был и остается животным. С низкими или высокими инстинктами. С любовью и ненавистью. Но животным он остается всегда. Геббельс по-своему был очень религиозен. Возможно, он понимал, что именно религиозность человека создает необходимые условия для насаждения пропаганды. Он многое старался взять, наблюдая за тем, как именно в церкви все устроено. Просто каждый ходит в свою церковь. Церковью Геббельса была его партия. Геббельс – это обыкновенный проповедник, у которого религиозные ценности продиктованы идеологией разрушения. Человек – это очень религиозное существо. Даже атеисты имеют верование. Ведь им нужно было верить в Ленина, в идее партии. К тому времени, когда я был октябренком, Ленин уже благополучно лежал мертвым в своем мавзолее. Однако в школе нам рассказывали, что Ленин жив. Он не просто жив. Он жив вечно. Пропаганда религиозна сама по себе. Любая попытка склонить человека и заставить его думать так, как ты этого хочешь – это духовный акт насилия. И мне приходит в голову слова из священного писания. Нет больше любви. Змей из Эдема не мог придумать ничего нового. Он все скопировал у Христа и извратил это. Пропаганда не работает, если ее мало. Ее цель – сломать духовную защиту и заставить человека верить. Потому всегда есть огромный массив потока пропаганды. Это должно стать частью твоего сознания, чтобы ты как можно меньше тратил энергию для того, чтобы думать. Цель одна – чтобы ты как можно меньше тратил времени на принятие правильного решения. Важно заставить тебя не верить правде. Потому что все равно ты как бы ее не найдешь. Потому мы можем часто слышать – не все так однозначно. Никому нельзя верить. И пропаганда на фоне этих манипуляций оставляет внутри тебя семя сомнения. Ну а ты, как хорошая взрыхленная почва, даешь этому семени прорасти. Науке неизвестно, почему не так много людей не поддаются влиянию пропаганды со стороны властей или так называемых лидеров мнения. Но в основном эта колдовская сила способна одурманить толпу. Йозеф Гиббельс сказал, Пропаганда часто использует эффект иллюзорной правды. Это обозначает, что человек скорее поверит тому, что он когда-то уже слышал, чем тому, что он слышит впервые. Пропагандисты умело нажимают на определенные кнопки, включающие человеческие эмоции. Они стимулируют центр удовольствия в мозге. Здесь нет здравого смысла. Пропаганда – это только чувство. А еще пропаганда дает человеку простой ответ. В наше время на нас обрушивается такое количество информации, что иногда разум не поспевает. И психологический механизм требует защиты. И пропаганда пытается предоставить эту защиту. Не думай. Мы за тебя уже подумали. Мы добиваемся не правды, а эффекта. Йозеф Гиббельс В этой войне, которая вспыхнула в Украине, один из аргументов, которым россияне оправдывают для себя вторжение их войск в Украину, звучит примерно так. Где вы были 8 лет? Почему они все время твердят про Донбасс? Ведь многих там не было вовсе. Все, что они знают – это то, что им рассказали так называемые очевидцы. Почему же они в это верят? Мальчика на доске объявлений распяли, ножом порезали, а маму заставили смотреть, пока она… Это я лично своими глазами видела. Это я видела. Пока ребенок умирал, а потом мама до танка и по площади взыла. Кроме «Пышняк» нет ни одного подтверждения тому, что эта история была. Распятый мальчик стал главным мифом войны на Донбассе. Вы жалеете об этой истории, что вы ей рассказали? Да, я жалею. Потому что эта история обернулась в худшую сторону моей семьи. Смысл пропаганды – это включить веру. Неважно во что. Главное – заставить человека верить. Потому что вера – это очень сильная движущая сила. Нужно убедить человека, что он прав. Что он прав в любом случае. Огромное количество христиан, которые должны были бы ценить жизнь человека, убеждены в правильных действиях России в этой войне против Украины. Почему? Потому что их духовная защита, которая должна была бы стоять на стороне правды, была сломлена пропагандой. Нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своим. Аллилуйя! Россия! Эти слова, эти слова из священного писания христианства, из... Это хорошо. Да. Того, что дорого тем, кто исповедует эту релизию. Это мы. Но... В священных текстах мы находим еще один важный духовный принцип, который может быть активирован пропагандой внутри человека и обязательно приведет его либо к гибели, либо к падению. И это гордость. По гибели предшествует гордость и падению надменность. По сути, именно это в Эдеме и произошло. Духовная защита Евы была сломлена пропагандой. И гордость Евы проявилась именно в том, что она попыталась стать Богом. Когда гордость соединяется с верой, рожденной пропагандой, появляется уродливое мышление, способное убивать. И первое, что родила Ева, это был Каин. И он стал первым убийцей. В этом случае пропаганда убеждает тебя в твоей собственной правоте. Но она никогда не призывает тебя увидеть твои собственные недостатки или порог. Ты прав. И это главное. Мы отряды Путина. Обращаемся к тебе и Лангас. Всегда Русь побеждает. В России очень хорошо. Мы уверены, что освободим украинский народ и Россия победит. И победа будет за нами. Мы всегда победим. В любом случае. Мы требуем освободить Бритни Спирс. Бритни Спирс. Делайте эту женщину свободно. Пропаганде ты нужен гордый и самоуверенный. И достаточно дать тебе команду, и ты уже берешь оружие в руки и идешь защищать свою собственную правду. Йозеф Геббельс – один из апостолов пропаганды. Нет, он ее не изобрел, он просто ей верно служил. А церковью своей он считал партию. Но, как любая демоническая религия, пропаганда требует жертвоприношения твоих собственных детей. Еще со времен Древнего Израиля существует культ поклонения Молоху, где приносились в жертву дети. Так и Геббельс принес своему Молоху в жертву своих детей. 1 мая 1945 года Магда и Йозеф Геббельс собственноручно отравили своих детей цианистым калием. Молох пропаганды всегда отнимет твое наследие. Когда Христос въехал в Иерусалим, люди сами, без пропагандистского влияния, постелали одежды, встречая Христа. Но позже те же самые люди, накрученные пропагандой, уже кричали «Распни!». Та же толпа в пропагандистском угаре потребовала освободить преступника вместо Христа. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить вораву, а Иисуса погубить. От пропаганды толпу сложно защитить. Обратите внимание, что Христос, он никогда не переубеждал гордых и уверенных в себе людей. Он их только обличал. Вероятно, потому, что переубедить их уже невозможно. Единственный способ, как на них можно повлиять, это просто их обличить. Возможно, они задумаются. Но Христос же приходил как раз-таки к неуверенным в себе людям, и сомневающимся, и объяснял им. Он говорил с учениками по дороге в Эмаус, он говорил с Никодимом, Он объяснял это женщине у колодца. Хотя, если честно, пропаганда пыталась и на нее повлиять, объясняя ей, где и как нужно поклоняться Богу. Осознание своей уязвимости и смирение вопреки гордости, такое сердце никогда не станет почвой для зарождения пропаганды. Все, что строила пропаганда, по итогу разрушилось. Но цена этому была слишком велика. Миллионы человеческих жизней. Нацистская Германия, СССР. Это был очень яркий пример падения. И хотя в конце времен главный пропагандист Эдема будет разбит, на данный момент мы видим, что даже у христиан все, что было выстроено пропагандой, приносит разрушения и делает их бесплодными. Потому что плод их жизни приносится в жертву этому молоху. Когда я вижу Гитлера, играющегося с собакой, я задаю себе вопрос. Что это? Игра на публику или мистическое преображение оборотня? Когда пленки Евы Браун были найдены, сенсация оказалась в том, что люди даже не могли предположить, что тиран, уничтоживший миллионы людей, может жить среди нас. И мы даже этого не заметим. А еще хуже, что мы не пытаемся изобличить этого тирана в себе. Мы упорно не замечаем своих пороков, и тем самым и открываем себя для обмана. Мы верим в собственную непогрешимость, и это и есть та самая гордость. Прародитель пропаганды и сейчас пользуется всеми доступными СМИ. Электронными, эфирными, печатными. И опасность пропаганды возросла в разы. Но мы с вами рождены именно в это время. Значит, Бог знал, что мы в состоянии не пустить это в свое сердце. Всегда говори себе «стоп» и не позволяй никому завладеть твоими эмоциями. Задавай себе вопрос, насколько это этично. Пойдешь ли ты за этим, даже если это противоречит твоей совести? Готов ли ты оправдать убийство ради достижения правды? Настоящее христианство не просто так учит судить себя и свои мотивы. Иначе ты все время будешь верить пропаганде и по итогу гордиться. Геббельс одурманил пропагандой целый народ. Но пропаганда все равно не устояла. Пропаганда всегда настроена на уничтожение личности или нации. Там, где пропаганда, там всегда последует смерть. Но пропаганда ничего не сможет сделать, если мы сами не предоставим ей свой разум или свое сердце. Рано или поздно, но пропаганда всегда приведет к кризису. И этот кризис обычно приводит к войне. Поражение в войне заставило Германию идти путем переосмысления. Их буквально принудили к покаянию. Не просто к принудили. Их заставили за все заплатить. Между действием пропаганды и крушением идеологии всегда есть промежуток времени. В это время ты, одурманенный пропагандой, гордый, непогрешимый, живешь среди людей. И даже если ты не станешь очередным Гитлером, ты уже стал очередным Геббельсом. Поддавшись влиянию пропаганды, ты сам становишься пропагандистом. При этом ты можешь помогать ближним, быть примерным семьянином. Но ты уже стал частью системы, предоставляя себя для распространения лжи. Потому что главный пропагандист – это ты сам. Продолжение следует...